Лилия-дерево. Древовидное лилия – загадочное и неоднозначное растение. Некоторых садоводов оно восхищает благодаря своей красоте, а некоторые твердо уверены в том, что такой культуры в природе не существует. Но, несмотря на столь разные мнения людей, рассада лилийного дерева в свободном доступе продается в садовых магазинах. Из саженцев можно вырастить прекрасные цветы. Или все же дерево с цветами как у лилии. Перед выращиванием растения нужно обязательно ознакомиться с тонкостями его культивации. Древовидная лилия – что это такое? Садоводы, у которых есть опыт выращивания лилияников, убеждены в том, что древовидной лилии попросту не существует. Многочисленное описание фотографий свидетельствует о том, что есть лишь определенная разновидность лилии, отличающаяся высокими и плотными побегами, у которых довольно крупные соцветия. Иногда эти побеги отдаленно напоминают молодое дерево, но все же являются цветком. Происхождение лилии своими корнями уходит в Канаду, где селекционерами был получен гибридный сорт древовидного растения. Из-за своего немаленького роста древовидной лилии здесь называют галиафами как великана из древнегреческого мифа или легенды. Благодаря росту, потрясающему аромату и великолепным соцветиям культура пользуется популярностью в кругах цветоводов. Лилия дерева Дерево лилия стало результатом скрещиваний. А упорная работа, которую провели селекционеры, привела к получению гигантских растений, которые отличаются своим ростом до 2,5 метров и крупными цветами. Соцветия привлекают разнообразные палитры оттенков и тонким ароматом. Но стоит заметить, что древовидная лилия в большинстве случаев цветет только один раз в 5 лет. Краткое описание лилийного дерева можно представить следующими характеристиками у многолетнего луковичного растения полустебли. Листья сердцевидной формы поочередно украшают длинные черешки. Цветки имеют шелмовидную, кубковидную или длинно-трубчатую форму. Расположены на мощной цветоножке, а их диаметр составляет не менее 30 сантиметров. Период активного цветения древовидной лилии начинается в середине июля и длится на протяжении одного месяца. Обратите внимание, не стоит пугаться, если на одной цветоножке находится разное количество бутонов, так как это является нормой. Характеристики видов и сортов культуры Одним из популярных сортов древовидной лилии является кардиокрином, более известен, как сердцевидная лилия. Растение является луковичным, диаметр полых стеблей составляет 5 сантиметров. Листва на первый взгляд напоминает форму сердца, у нее сетчатое желкование, а к стеблю растения она крепится с помощью длинных черешков. Соцветие отличается бледно-зеленым или белым оттенком и трубчатой структурой. Обратите внимание, цветение сердцевидной лилии начинается по истечении 4-5 лет после того, как растение было высажено в грунт. После чего на отмершие луковицы образуются детки, которые можно использовать при дальнейшем размножении лилии. Гигантская сердцевидная лилия предпочитает расти на горных склонах, ее природной средой обитания является Гималай. Высоту растения достигает 3 метра, а цвести начинает в середине августа. Соцветия состоят из крупных цветов розового цвета, обычно их количество составляет 20 штатов. Популярным гибридным сортом древовидного растения является лилия «Медовый месяц». К характеристикам культуры относятся высокие показатели зимостойкости, лилии не страшны и даже сильные морозы до минус 30 градусов ниже. Нуля Высота взрослого дерева составляет 2 метра. Прекрасный бутон и имеет необыкновенную лунно-медовую расцветку и насыщенный аромат. При посадке гибридных сортов древовидной лилии нужно учесть тот факт, что все они отличаются высотой стебля, продолжительностью цветения, от стенками соцветия и требованиями по уходу. Еще один распространенный сорт гибридной древовидной лилии «Прети Вумен», которая отличается цветами мягкого кремово-белоснежного оттенка. Лилийное дерево «Прети Вумен» было получено благодаря скрещиванию восточной трубчатой лилии «Ригейль». Соцветие состоит из 30 мелких цветочков, имеющих чашевидную или воронковидную форму и приятный аромат. Лилия «Прети Вумен» данный сорт начинает цвести во второй половине лета. Стебель отличается прочностью, а высоту он достигает 2 метра. Если в процессе выращивания были созданы благоприятные условия, культура за 3 года вырастает до 2,7 метра. У сорта повышенный иммунитет относительно заболеваний, а также хорошая зимостойкость. Лилия – дерево, посадка и уход в открытом грунте. Уход и выращивание древовидной лилии в открытом грунте отличаются некоторыми особенностями на протяжении всего цветения и активного роста. На примере выращивания сорта «Пурпол Принц» можно составить пошаговый алгоритм посадки древовидной лилии, он будет аналогичным по отношению к другим сортам лилийников. Лилийное дерево предпочитает слабокислую почву, в которой повышен уровень содержания минеральных удобрений, исключая свежую органику. Культура ни в коем случае не должна находиться поблизости с грунтовыми водами, оптимальным местом для высадки растений служит клумба на возвышенностях. С помощью речного песка и щебенки нужно создать дренаж и покрытием предварительное место посадки. Обратите внимание, для высадки лилии рекомендуется выбирать затененные участки, которые находятся под фруктовыми деревьями, создающими рассеянную тень. Сажать кувшинки древовидной лилии нужно первой половине осени или же весной, в конце апреля или начале мая. В посадочную яму нужно насыпать песок, а глубина посадки должна составлять не более 20 см от корневой системы до верхнего слоя грунта. Заключительным этапом следует мульчирование почвы. Уход за посаженным растением состоит из нескольких основных моментов – регулярный полив, подкормка калийными удобрениями, подготовка растения к зимовке. Размножить древовидную лилию можно семенным методом, а также луковицами, дедками или черенками. Если взять, к примеру, лилию предсевумен, она размножается луковицами, но стоит заметить, что этот способ является очень медленным и трудоемким. А все потому, что луковица отличается чувствительностью к чрезмерной влажности и с наступлением осени могут испортиться или вовсе сгнить. На заметку, все сорта опытные цветоводы делят на любителей щелочной кислой почвы. Нужно уточнить требования к грунту конкретного сорта при покупке. Дедок лилии можно собрать только по истечении нескольких лет, когда культура хорошо разрастется и начнет цвести. С самыми взрослыми деревьями могут быть организованы целые гнезда, состоящие из луковиц, которые смело можно рассаживать. Семенной метод размножения древовидных лилии представляет собой сбор с растений тех семян, которые находятся на верхушке стебля. В специальной коробочке собирать посадочный материал рекомендуется осенью. До того момента, когда наступят первые холода, часть стеблей с коробочками необходимо обрезать и поместить для окончательного созревания в теплое место. Высаживать созревшие семена нужно сразу, они способны быстро терять всхожесть. Основные болезни и вредители культуры При выращивании лилий можно столкнуться с тем, что их луковица поражаются различными заболеваниями, мелкими вредителями и грызунами. Сочным стеблям и мясистой листве может быть нанесен значительный вред из-за грибковых и вирусных болезней. Эти негативные факторы могут ухудшить состояние цветов и даже при истеках гибели. Серая гниль у лилии грибковые заболевания древовидной лилии Серая гниль – фузариоз, антракноз, голубая плесень Наиболее опасной болезнью является серая гниль. Она распространяется с нижних листков, постепенно поражая весь цветок. Определить болезнь растения можно по коричневым круглым питнам, которые увеличиваются в размерах и со временем становятся бурой слизистой тканью, покрытой серым налетом. Фундазол бороться с серой гнилью очень сложно, намного легче предотвратить ее появление. Для этого перед посадкой луковиц их нужно обработать в растворе протравителя или фундазола. Посредством опрыскивания луковиц можно предотвратить остальные грибковые заболевания древовидной лилии. С паутинным клещом специалисты советуют бороться, используя мыльный раствор либо акарицит, например, актофит. В неокрашенном бутоне может поселиться лилийная муха, которая ест пыльники, тычинок и пестики. С помощью карбофос или любого другого инсектицида необходимо уничтожить те бутоны, которые были повреждены. Деревцо лилии представляет собой пышное, высокое и эффектное растение, за которым обязательно нужно ухаживать. Также нужно обязательно следить, чтобы на культуру не попадали прямые солнечные лучи. При соблюдении рекомендации по уходу по истечении трех лет лилия будет радовать своего хозяина своим цветом.